На данный момент рэп-баттлы в России пользуются невероятной популярностью, наверное во всем мире, нет такого хайпа как у нас. Мы переняли их у заокеанских коллег, где видео с баттлами уже теряют популярность, а просмотр и число подписчиков на крупнейших площадках запада уже в десятки раз отстают от наших. Последний баттл закончился победой славы КПСС, единогласно со счетом 5-0, казалось бы, разгром, да здравствует новый король баттл рэпа и так далее. Но как мне кажется, счет баттла это всего лишь формальность и Оксимирон не проиграл, а почему узнаете в сегодняшнем. В одном из прошлых роликов я говорил, что баттлам осталось 1-2 года и со временем они уйдут, но увидев этот ажиотаж, который появился сейчас, какие просмотры показывает площадка, я даю Версусу еще десяток лет быть в тренде. Ибо у наших людей такой менталитет, всем нравится смотреть на оскорбления, деконструкцию врага, баттлы по фактам, нужно шоу и Версус его охотно демонстрирует. Вспомните, в 2013 году появился Версус, именно появление Оксимирона на одном из первых баттлов было небывалый успех площадки. И это было очень вовремя, потому что олдфаги вспомнят, что в 2012 году Окси всячески пытался восстановить репутацию после всем известных событий, выпуская 4 клипа за 3 месяца. И кто помнит, тогда было очень популярно выражение «Окси всех заебал». У нас слишком серьезное отношение к баттлам, наверное только в России, эти состязания могут повлиять на карьеру артиста. Например, Гарри Топор, Рикки Эв, даже Галат получили большой хайп, туры и приличное число поклонников. И отрицать тот факт, что Версус дал какую-то часть фанбазы Мирону глупо, особенно после баттла с Джонни Боем. Но я бы не стал говорить, что Мирон пользуется этим хайпом, наоборот, они с Версусом имеют взаимную выгоду. Вот посмотрите статистика в Social Blade, как только у Версуса идет спад, появляется Оксимирон и все снова в норме. Далее фанбаза. Это какая-то химия, они готовы поддерживать своего кумира во всем, оправдывать все его неудачи, придумывать какие-то скрытые смыслы во всем, что он делает. Они готовы принять Мирона даже после того, как тот получил лещей и стоял на коленях, но об этом как-то не принято говорить, вот же он. И неужели вы думаете, что после лещей, извинений, какой-то проигрыш на баттле может разрушить ему карьеру? Конечно же нет. И на тот момент, в 2011 году, карьера Окси была под угрозой, но он смог выкрутиться, проявив большие волевые усилия, выпустив бэнгеры, которые знает каждый второй. Тот же Горгород, вспоминаем 13 ноября 2015 года, альбом в сети, негодование, а что это такое? Ведь многим в первые часы пластинка не вкатила, люди начали строить догадки, что это всего лишь демо-альбом, а нормальный альбом Окси выложит через неделю. И все это его поклонники, и только позже, спустя некоторое время, многие расслушали и поняли концепцию. И это еще одна важная деталь, его треки, как бы мы к нему не относились, но отрицать, что на данный момент он находится в топе, руслоязычных исполнителей нельзя. Сами знаете, как он рифмует, сколько там отсылок, его флоу, в этом ему почти нет равных. И те люди, которые сейчас удаляют все его треки, своих плееров, плейлистов, очень странные. Ну и про батл, я не думаю, что он кого-то разочаровал, мне страшно за будущее батлов без бита, потому что планка поднята настолько высоко, словно это ЧСВ Александра Невского. Серьезно, батлы блогеров, половина батлов третьего ФБ, кажется таким зашкваром в сравнении с этим сражением. Это не было избиение младенца, как с Джонни Боем, каждый выкладывался как мог, и отрицать это глупо. Поэтому я считаю, что хранить Яновича пока рано, он выкручивался и не из такого дерьма, и по итогу всегда оказывался в фаворитах, еврей же все-таки. Ну а на этом видео подходит к концу, большое спасибо всем, кто посмотрел его до конца, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, любите рэп и всем удачи!